Лукашенко, говоря о том, что на болтовню денег больше не дают, а будут давать только на конкретные вещи, фактически реализует политтехнологический подход, направленный на то, чтобы марганализировать оппозицию, демократические силы, показывая, что мы склонны только к силовым методам, или мы хотим силовых методов для изменения власти в стране. При этом можно сегодня четко сказать Тертелю, председателю КГБ, который планирует именно провокации в ходе так называемой избирательной кампании, в предберии, а возможно и в день выборов, которые назначит Лукашенко, без выборов, день своего переназначения, очередной попытки. Именно Тертель и КГБ будут планировать провокации, так как это происходило каждую избирательную кампанию. Давайте вспомним «Железом по стеклу» фильм Белти радиокомпании 2010 год, когда в здании правительства, я тогда был членом правительства, было стянуто огромное количество ОМОНа, спецназа, они готовили именно эту провокацию. Давайте вспомним арматуру, которую находили в машинах, давайте вспомним про крысы, которые рассказывало КГБ. Каждую избирательную кампанию КГБ Беларуси готовит провокации для того, чтобы марганализировать оппозицию, для того, чтобы показать, что оппозиция склонна только к силовым методам. Поэтому мы четко сегодня говорим им в ответ, в публичном, в прямом эфире. Мы выступаем за демократические изменения в соответствии с демократическими стандартами, а для этого должны быть созданы соответствующие условия – свободы СМИ, право выбора, наблюдение за выборами, возможность безопасного сбора подписей, проведения митингов, агитации. Так что хватит называть черное-белое. Именно вы готовите силовые сценарии, именно вы готовите провокации, мы – нет. То есть вы убеждены, что белорусам надо приготовиться к какому-нибудь, извините за выражение, дерьму очередному перед выборами от власти? Я убежден в этом, что они будут это делать. Убежден. Мы, к сожалению, слышали несколько подобных, да, такую риторику о возможном теракте в метро. Она была на ОНТ озвучена пропагандистами в вечерний прайм-тайм. Было страшно. Но мы обсуждали с экспертами, они нас с Костей успокаивали. Это мы тут такие паникеры, говорим, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Нас все успокаивали, говорили, да нет, это все милоргонятцы, трогатяжцы. Просто поболтать, да, как бы такое. Но вообще-то страшные разговоры. Страшные, конечно. Смотрите, тут еще такая интересная история. Вот мы только что разговаривали с бывшим парламентарем Эстонии, историком. И он говорит, что судя по тому, что он сейчас наблюдает, я о выборах Лукашенко говорю в 25-м году. Судя по тому, что сейчас наблюдает, Лукашенко пока не то, что сам решил или не решил идти на эти выборы, а пока не получил сигнал от Кремля. И вот все, что сейчас происходит, вот он с политзаключенными эти пляски, да, эти постоянные трансляции из Беларуси от имени Воскресенского, Протасевича и так далее, о том, что ну вот снимайте санкции и будем разговаривать, и все будет хорошо. Почем вот вон, пожалуйста, забирайте, да. Он потихонечку начинает разворачиваться назад. То есть он пытается как-то им там дать сигнал вот этот, да. И говорят, с Кремлем у него сейчас не все хорошо. Потому что Кремль действительно пока не дал еще добро. Да, Саша, иди, вот 23 февраля у тебя вы... Вот чем все это кончится? Как бы я даже не знаю, как тут сформулировать вопрос. Может так быть, что Кремль, например, не даст добро, и что будет тогда? Первый тезис. Лукашенко решил, и решил давно. Он пойдет на переназначение, на узурпированную им должность президента Республики Беларусь. Это тот человек, который в своей жизни любит только одно – власть. Николю Лукашенко. Для него самое главное – власть и деньги. Потому что власти без денег не бывает. Поэтому этот человек очень алчный, очень жадный. И он будет делать все, чтобы эту власть удержать. Ни о каком транзите вообще можно не говорить, и об этом нужно забыть. Что касательно Кремля. Кремль, конечно, будет пытаться играть в свою игру. Вопрос о степени этой игры. Насколько Кремль будет заинтересован в том, чтобы пошатать Лукашенко и ушатать его окончательно. Или Кремль… Ну, то есть, вот два варианта – пошатать и ушатать. Значит, это будет зависеть от дальнейших действий самого Лукашенко. Если Лукашенко будет выполнять все решения, волю Кремля, соответственно, ну, его чуть-чуть пошатают, покажут ему, опять же, где хозяин. Но его поддержат и на этом этапе переназначения. Если же Лукашенко начнет какие-то более активные игры-пляски в контексте украинском или в контексте западном, о котором вы говорите, ну, тогда его могут шатать. Россия работает, и это я еще помню из опыта работы дипломатом, младшим дипломатом, уже старшим дипломатом, послом. Она работает стратегически. Там хватает аналитических, стратегических центров, которые не только пишут, как у нас часто любим говорить в демократических силах, давайте стратегию поменяем. Во-первых, написать не можем часто, да, но все говорят почему-то это слово, да, а потом реализовать-то вообще никто не хочет. А вот они пишут стратегии, они их реализуют. У них есть, конечно, для этого ресурс человеческий, материальный, организационный, разведка, спецслужба и так далее. Поэтому у них точно написан стратегический план, точно есть колода карт. И в этой колоде карт есть карты с именами и фамилиями. И не обязательно, что на этих картах есть имя Александр, и совсем не обязательно, что на этих картах есть фамилия Лукашенко. Поэтому в случае, если Лукашенко показывает свою нелояльность, везет себя плохо, не выполняет указания хозяина, из этой колоды достанут карты соответствующие. Может быть, неожиданные, может быть, те, которые мы даже с вами гадать можем сегодня. Попал. Лукашенко. Так, все, все. Вы наслышите? Сейчас все будет зависеть от Лукашенко, от его поведения. Будет ли он послушным ребенком, или он будет пытаться доказать свою самостоятельность. А будет, а вам, как кажется? Вот вы его знаете же. Лукашенко будет пытаться играть, но в окончательной формуле он, конечно же, падет на колени перед Кремлем. Дурак, дурак, а мыло не ест. Без Кремля. У нас связь, интернет теряется, да? Прерывается немножко. Немного, немного. Ну что, мысль ясна, хочется поговорить тогда... Поговорим про санкции и белорусов, да. Вы наверняка слышали эту риторику, что сейчас Лукашенко начинает как будто бы торговать политзаключенными. Непонятно, помогают ли в этом санкции или нет. И вот у нас сейчас был эстонский историк, политолог, экс-депутат эстонского парламента Арне Ведло. Он говорит, что Светлана Георгиевна Тихановская, ее офис не дожимает. И санкции Европы и Запада выкручены далеко не на максимум. Что вы можете сказать по этому вопросу? Ну, я готов пригласить его на все переговоры двусторонние. Может, он дожмет. Ну вот, действительно, да. Вот Сиарта встречался вчера с Леженковым, да, который, говорят, заявили о контрпродуктивности незаконных санкций, да, необоснованных санкций. Ну вот есть, да, Сиарта, есть Венгрия, которая блокирует постоянно принятие санкционных пакетов. Когда последняя у меня была встреча на прошлой неделе с Европейской службой внешних действий, мы говорили по поводу перспектив принятия очередного санкционного пакета. И мы прекрасно понимаем, что, например, самым сложным является проведение введения секторальных санкций, введение санкций на транзит. Те, которые бьют на отмашь, те, которые сбивают с ног режим, которые должны быть шокирующими, молниеносными, да, то есть наносящими тот урон, который заставляет режим менять свою политику. Потому что санкции – это все-таки не универсальный инструмент решения проблемы, но это один из инструментов, который должен способствовать изменению политики. То, что он заявляет, ну это заявлять всегда можно. Я занимаюсь этим вопросом уже на протяжении четырех лет, и огромное количество документов, стосы просто, томов было написано нами и проведено встречу. И, к сожалению, да, партнеры не готовы быстро, активно, масштабно вводить санкции. Это главная ошибка 2020 года, это главная ошибка, которая привела в итоге к войне 2022 года. Запад должен признать, что ошибочная политика в отношении режима Лукашенко, неактивная, непроактивная позиция поддержки демократических сил Беларуси в 2020 году, как один из факторов, привели к войне 2022 года. Если бы сегодня в Минске было демократическое правительство или в 2022 году, мы себе бы вряд ли могли представить войну, агрессию в отношении Украины. Что касается политзаключенных санкций, я отвечаю теперь на этот вопрос. Конечно, Лукашенко не добряк, давайте забудем об этом человеке, что он такой добрый гуманист, и вдруг он решил чего-то сделать. Он всегда это делает, исходя из своих личных интересов. И здесь работают два обстоятельства. Конечно, для него главное является сохранение власти. Если он видит, что ему наносится экономический ущерб, и он зависит от одного центра силы, он пытается развернуться хоть как-то в какой-то другой центр силы, но для него главная экономическая зависимость. Вчерашнее заявление Роженкова по Литве, там же абсолютно четко читается, он умоляет, откройте нам Клайпиду, дайте нам возможность транзита калийных удобрений. Главная тема, которая волнует сегодня Лукашенко и его приспешников, это отмена санкций на поставки калия, это отмена санкций на поставки гродно-азотопродукции. Это потому что логистика через Россию огромная, дорогая, понимаете, она выходит в минус по поставке калийных удобрений, ну или в ноль, по крайней мере. Теряется рынок, потерялся рынок Китая. Поэтому это не добрый дедушка, который утром проснулся и сказал, ой, вы знаете, у меня там жда тысячи политзаключенных, да я кого-то освобожу. Он понимает, что давление на него работает. Кстати, и завершая эту мысль, санкции реально начнут действовать, гармонизирующие, чего мы добивались, с 1 октября этого года. То есть еще осталось несколько дней. И вот тогда будет дальнейший эффект давления на экономическую систему Лукашенко. Павел Павлович, ну вот смотрите, вы говорите, что для Лукашенко главное деньги и власть. С другой стороны, есть, ну, очевидно, ущемленное эго, ну, все видим. А действительно ли санкции, если они усилятся еще, могут способствовать тому, чтобы он выпустил главных политзаключенных, или этого не произойдет? Давайте определимся с целеполаганием. Для нас стратегической целью является изменение режима в Беларуси. До тех пор, пока Лукашенко будет у власти, политзаключенные будут всегда. Это, не знаю, просто правило, которое, теорема, да, это невозможно изменить. То есть пока есть Лукашенко, политзаключенные будут. Вопрос, конечно, в том, сколько их будет политзаключенных. Пока будет Лукашенко, будут продолжаться репрессии. Кто-то верит в то, что завтра Лукашенко зарегистрирует опять все независимые СМИ Беларуси? Вы верите в то, что он восстановит 11 оппозиционных партий, ликвидировав? Вы верите в то, что он зарегистрирует вновь 1700 ликвидированных неправительственных организаций? Что он отменит списки экстремистских организаций? Что он вернет имущество всем, у кого он изъял это имущество? Он отменит приговоры, которые были заочные приговоры? Что он действительно вернет депортированных граждан Беларуси на территорию Беларуси? Кто-то верит в эти сказки? Ну давайте просто... В Дед Мороза больше верится. Поэтому главная у нас стратегическая цель – это снести этот режим. Снести, конечно, не используя то, что там говорит Лукашенко, там американцы дадут оружие, там деньги и так далее. А всеми возможными доступными инструментами международного права, санкционными инструментами, нашей активностью. Вот именно изменить политическую систему. Тогда освободят всех политических заключенных. Что касательно приоритетности освобождения политических заключенных, конечно же, это приоритет. Поэтому здесь, конечно же, нужно искать все методы и способы. Договоренности, обмен. Ну вот как раз по поводу обмена. Но, к сожалению, на сегодняшний день нету профессиональных сотрудников спецслужб, задержанных на территории Европы. Ну, по крайней мере, мы не знаем. Вчера вот осудили одного парня, там два года дали больше, да, как агента. Но он не профессионал. На войне парню 10 месяцев дали. Да, нужны. Если бы были профессиональные сотрудники, тогда можно было говорить обмена. То здесь работают люди. Есть, существует соответствующая группа. И она работает постоянно на этот счет. Вопрос в том, что, да, Лукашенко, он же добряк до какой-то степени. Вот он, по нашим сведениям, ну это, конечно, верить инсайдам можно по-разному. Он не собирается до выборов уже дальше освобождать. Не собирается. Опять же, на вопрос прямой, а вы вообще отдаете отчет, какой сигнал вы даете Западу? С одной стороны, вы освободили там 100 человек, а с другой стороны, посадили гораздо больше. Ведь репрессии каждый день продолжаются. Они говорят, мы разделяем стратегию. Потому что для него важна стабильность в ходе его переназначения. Он зачищает общество. Идет чистка. Он вчера пытался отрицать, но он зачищает общество. Посмотрите, сколько задержаний, признание экстремистскими организациями вновь идет. Каждый день террористическими организациями. Поэтому для него главное это переизбраться. Он не пойдет на то, чтобы освободить тех, кто может выступить против него. Быстро поправлю себя правильно в комментариях. Заметили главными, я имею в виду, не главные политзаключенные звезды, а главные обидчики для режима Лукашенко. Ну хорошо. То есть получается, что... Вот он, смотрите, он говорит о войне. Да, вчера же сказал, выборы это всегда война. Он, как бы, что имеет в виду? Теракты от... Теракты имени Тертеля? Абрамсы на границе? Или вот эти демократические методы, о которых вы говорите? Или дополнительные санкции? Или что он имеет в виду? Почему для него выборы всегда война? И что он имеет в виду? Очень простой ответ. Потому что он незаконно удерживает власть. Он незаконно каждый раз удерживает власть. Он каждый раз фальсифицирует выборы. И он в последующем объявляет войну тем, кто с этим не согласен. Это он ведет эту войну. Понимаете? Против людей, которые не согласны с тем, что в очередной раз фальсифицированы выборы. Самый массовый протест по поводу фальсификации выборов был в 2020 году. Поэтому он воюет с белорусским народом. Он агрессор. Он тот, кто совершает, осуществляет войну против белорусов. Вот поэтому для него выборы – это война. Понимаете? Если бы это был демократический процесс, это бы не было войной. Это конкуренция. Это борьба. Это борьба тезисов, платформ, программ. Не знаю. Возможности реализации. Команд. Кто рядом с тобой? Мы видим команды рядом с Лукашенко. Где эти команды? Слушайте. Серые мышки, которые ходят, головы опускают. Рыженков. Рыженков. Слушайте, тоже интересный кейс. Он обратился к Литве. Ну, вы сами уже вспомнили об этом, да? И вы сами сказали, что было очевидно, как он говорит, откройте вы нам. С другой стороны, ну, видно, что как-то, не то, что видно, а чувствуется во всем этом даже какая-то угроза. Знаете, такое быдловатое немножко обращение. Хамское. Я помню, что когда его назначали, все говорили, ну, он такой прям, это чтобы, да, с Западом разговаривать, чтобы нормально контактировать. А тут раз, и такой как будто бы в лужу сел. Да и Литва вряд ли его услышала. Конечно, кто-то может сказать, что у меня субъективное восприятие, потому что мы лично знакомы с ним более 20 лет, да? Но я вчера, например, на Ютубе, кому интересно, можете посмотреть анализ его публикации. Где Рыженков публиковал свою статью? Ну, не в Wall Street Journal, да, не в Guardian, не в Лифигаро, не в Лимон. Он опубликовал ее в Советской Белоруссии. Там-то ему и место публиковать такие статьи. Вся Литва, конечно, активно читает Советскую Белоруссию. Значит, проблема в том, что, да, я должен попросить прощения. Я был его руководителем, послом, он был моим заместителем. Не научил я Максима Владимировича дипломатик. Не научил, да, вот не хватило мне тех лет совместной работы. В последующем его не научило Министерство иностранных делал, а потом он уже побежал в администрацию. А что такое администрация? Администрация – это подготовка докладных Лукашенко, где он ставит на рефератке свою подпись, на золотой рефератке. Согласен. Если бы вы почитали эти докладные внутренние, там же менторский тон, там отношение к холопам, к рабам. Выполнять, если нет, будете наказаны. Не наказаны – посадим, да. Ну, может, посадим, не пишут, но это стиль такой, там менторский стиль. И он, как первый замглавы администрации, в отсутствии главы, пишет всегда проекты докладной, например, Лукашенко. И вся эта терминология, он визирует, если даже глава подписывает, присутствует. Там же как поручения дают? Министры пишут доклады, правительство пишет доклад Лукашенко. Лукашенко напрямую это не докладывается. Администрация это все фильтрует, оценивает и предлагает резолюцию поручения Лукашенко. Вот он отвечает за резолюцию. Вот он привык к этому менторскому тону. Он был первый замглавы администрации. Что такое в район, приехал первый замглавы администрации. Там все стоят смирно, равняясь. Он дал указания. И вот он решил в таком стиле разговаривать с суверенным государством. Понимаете? И думать, наладить отношения. Понимаете? Это вот он назвал правительство Литвы дураками. Он называет их дураками, но давайте дружить. То есть он оскорбляет страну, потому что правительство это фактически оскорбление страны, но при этом он говорит давайте дружить. Он обвиняет Литву в экономических бедах, там правительство, в коррупции. Пускай разберется с карманами Лукашенко. Сколько денег уворован. Он там вчера с Катаром встречался. Наверное, тоже определили, как хорошо ли хранятся денежки Александра Григорьевича. Так вот, главные тезисы, которые из этого мы делаем. Что он, конечно, вмешивается во внутреннюю политику Литвы в преддверии выборов. Кто-то скажет, ну хорошо, Литва вмешивается. Литва не вмешивается. Литва говорит об одном. Не избивайте белорусов. Не убивайте в тюрьмах. Соблюдайте стандарты международного права. Устав Организации Объединенных Наций. Всеобщую декларацию прав человека. А он вмешивается внутри дела. И он говорит, дайте нам транзит на Клайбиду, потому что мы потеряли китайский рынок. Мы потеряли 50% дохода. Мы теряем бразийский рынок, логистику. И электроэнергия. И вот тут тоже он говорит про электроэнергию. Ведь не он хочет не подарить дешевую электроэнергию в Литве. Когда я помню был послом в Париже, у нас была встреча. Был замминистра экономики, замминистра энергетики. И тогда мне замминистра энергетики, я даже фамилию помню его, сказал, Павел Павлович, если литовцы не будут покупать у нас электроэнергию, для нас беда. Мы не знать будем, куда ее девать. Так поэтому Рыженков и умоляет здесь. Купите у нас электроэнергию. На коленях стоит. Павел Павлович, к слову про международные институты и демократические инструменты. В Международный уголовный суд в ГАГе на прошлой неделе были переданы новые доказательства непосредственного участия режима Лукашенко в перемещении Беларусь в Беларусь украинских детей. Об этом в своем фейсбуке написал программный директор правозащитной организации Freedom House Юрий Юркевич. Что вам известно о новой порции данных? Когда же все-таки ГАГа выдаст ордер на арест нашего диктатора? Ну, во-первых, я не читал еще сам доклад. Я понимаю, что он будет опубликован четвертого. Исходя из той информации, которая нам доступна, я могу сказать, важно, что доказательства дополняются и собираются. Это хорошо. Важно, что к этому подключились украинские правозащитные организации при поддержке Белпола. Важно, что это также сигнал и правительству Украины. Потому что, откровенно вам скажу, дальнейшие шаги зависят от правительства Украины. Ключ от камеры в ГАГе сегодня находится в их руках. Я в этом убежден. Кто-то может мне сказать, нет, неправда. Но я в этом убежден. Что с точки зрения того, что мы прочитали, ну, я хотел бы вернуться в том числе и к нашей работе и сказать, что у нас было две коммуникации. Две подачи в официальном порядке материалов, когда я встречался с заместителем прокурора Хана и членом нашей команды. И они заключались, прежде всего, это мы проинформировали о том, сколько детей вывезено. На сегодняшний день мы уже утверждаем, что их вывезено более трех с половиной тысяч. Этот отчет говорит о меньшем количестве. Ну, там, насколько я понимаю, получены конкретные имена. Мы передали конкретные досье детей-сирот с фамилией, именами, цветом глаз, где они находятся, где их как вывозили, в том числе, на территорию Российской Федерации. Мы показали, что это проходит под зонтиком союзного государства, что Лукашенко подписывал все документы, как председатель высшего государства Совета Союза Государств. Мы нашли эти документы, финансовые документы, программы, подписанные в том числе Мишустину. В последующем исполнительные решения госсекретаря союзного государства Мезенцева. Все эти лица, которых сейчас называют в этом отчете, уже благодаря представленным нам документам, находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Канады и так далее, ряда других стран. Мы представили иерархию принятия решений. То есть, когда во главе стоит Лукашенко и пошло по всем министрам, в том числе до министра транспорта. Я, кстати, не исключал бы, что министр транспорта, когда он покончил жизнь самоубийством, одна из причин была, что министерство транспорта работало над именно перемещением детей. Мне говорили, что генеральный директор Беларусь-Калия вообще там в шок падал каждый раз, когда ждал очередной порции информации о том, как они вывозят детей в лагерь Дуброва. То есть вы хотите сказать, что это совесть взыграла и человек может такой быть? Ну, такая информация была, что это один из элементов. То есть мы представили иерархию. Мы в том числе представили материалы по индоктринации. Помните сестры Груздевы, которые призывали, пускай Пайден сдох, Зеленский сдох, а Путин процветает. То есть индоктринация, это милитаризация, это вывоз воинской части. Сейчас в этом отчете, который представлен пока в общих чертах, говорится тоже об этом. Если это подтверждает то, что мы сделали, прекрасно. Если это развивает, еще лучше. То есть у Международного уголовного суда уже есть, соответственно, документы Народного антикризисного управления, есть документы Ельского университета, с которым у нас было соглашение конфиденциальности, мы взаимодействовали при подготовке их отчетов. И сейчас будет еще украинских правозащитных организаций. Вот теперь уже дальше вопрос, конечно, украинского правительства. Потому что мы также в процессуальном порядке передали в Генеральную прокуратуру Украины все материалы. И вы, может быть, слышали, две недели назад я давал показания для Генеральной прокуратуры Литвы по запросу Генпрокуратуры Литвы. И наши тоже коллеги давали соответствующие показания Генпрокуратуры Литвы, которая тоже ведет расследование по этому делу. Поэтому материалов уже собрано, ну, очень-очень много. — Еще одна тема очень важная и интересная. Тут накануне Роман Протасевич дал интервью самому Маркову. И я хочу у вас вот что спросить. Там есть эпизод, где он вас, значит, ну, понятно, что, значит, он рассказывает, что не про вас конкретно, вот я скажу так. Он рассказывает, что Польша уже как будто бы совсем разочаровалась в демократическом движении белорусском. И уже как будто бы и все, и вот литовцы, видите, как литовцы еще, вот и поляки по чуть-чуть, по чуть-чуть там купируют, там обрежут, и все, потому что надоели уже эти белые и полякам даже. Это с одной стороны. С другой стороны, эта же пропаганда публикует, блин, некоего гражданина Сикорского, который стоит, ручкается с неким гражданином Латушка ПП, вручая ему премию солидарности имени Леха Валенца. Вот скажите, пожалуйста, кто тут прав? Роман Протасевич или все-таки желтые сливы, которые публикуют вашу фотку с Сикорским с вручением премии имени Леха Валенца? Вот что, что, как, как ты, ответьте на вопрос наших зрителей, кто прав? Ну, позвольте мне не опускаться до комментариев и оценок, высказанных дубайским сварщиком. Ну, дубайский сварщик, вы знаете, а это все-таки минский. Да, при всем уважении профессии сварщика, но дубайского сварщика я точно комментировать не хочу. Скажу только одно, ну, это пропаганда и ложь. Теперь в контексте просто отношений Польши к демократическим силам Беларуси. Вот это я хотел спросить, собственно. Да, вы абсолютно правы, что Польша очень четко продемонстрировала свое стратегическое дальнейшее намерение поддерживать демократические силы Беларуси. Ведь та награда, которая была мне вручена, это не награда Павлу Латушко, это награда Беларусу. И на этой церемонии присутствовал президент Лех Валенц, присутствовал министр иностранных дел. Решение было принято капитула единогласно. На этой церемонии присутствовали генеральный прокурор, подчеркиваю, министр юстиции Польши, бодно, министр культуры Польши, присутствовала маршал сената Польши, вице-маршал сената, три заместителя министра иностранных дел, дипкорпус. То есть это была фактически элита польской власти сегодня. Простите, о каком изменении отношений к демократическим силу мы можем говорить. Позавчера у меня была встреча в Министерстве иностранных дел с политдиректором, отвечающим за наш регион. И мы обсуждали, что в ходе председательства Польши в Европейском Союзе 3 февраля, 3-4 февраля в Гданьске в центре солидарности состоится большая конференция имени Тадеуша Костюшки. Эта конференция будет именно в ходе председательства Польши в ЕС. На ней будут присутствовать, насколько я понимаю, предварительно сам министр иностранных дел, другие министры иностранных дел. И она будет посвящена прежде всего белорусской тематике. То есть Польша подчеркивает еще раз приоритетность для себя в стратегии внешней политики белорусского вопроса. В ближайшие дни состоится визит в Польшу Светланы Тихановской. Я уже могу раскрыть, может быть, какую-то предварительную информацию. Планируется встреча на самом высоком уровне. То есть будет кабинет встречаться с самыми высокими представителями польского правительства, власти Польши, как парламентской, так и исполнительной, первыми лицами. Простите, о каком изменении в политике мы можем идти речь? Так, не переживай, дадут тебе паспорт. Да, вот скажи, не переживай. Да, вот по поводу этой премии, также пропаганда говорила о миллионе то ли долларов, то ли евро, которые сопровождают эту премию. Раз уж эта премия не вам лично, а белорусам... Где деньги, хочешь спросить? Конечно. На что планируется потратить народные деньги? Очень хороший вопрос. Первое. Что касательно миллиона евро. Да, действительно, раньше до 2015 года, когда последний раз вручалась, эта сумма лауреату предоставлялась. Но она предоставлялась в контексте того, что его обязывали определенную, там скажем, три четверти этой суммы распределить по конкретным направлениям поддержки того, тем, чем он занимается. Ну, соответственно, там, демократических сил, там, это было связано с Крымом, с Россией, если мы говорим про дочь Немцова. Это постановление отменено за три дня до того, как мне вручили премию. Так что его уже нет. Так что, вообще ни копейки? Они озвучили публично, что будет миллион злотых. А, злотых? Да. Но при этом никакого договора, никаких соглашений, и тем более переводов на счет не поступало. Пока. Мне, честно говоря, неловко пойти и спросить, а где же все-таки. Так я могу... Давай мы сходим, спросим. Легко. Вы завидим. Знаете как, за мной не заржавеет. Ну, вы можете, как журналисты, где больше спасти. Знаете, мы же это... На сферу культуры, на правозащиту, на это вот. Если она определит само, куда должны уйти деньги, ну, тогда тут уже вариантов нет. Если нет, ну, тогда надо создавать, конечно, фонд и думать, на какие цели, прежде всего, приоритизировать эти средства. Последний вопрос. Он такой международный и глобальный, может быть, даже философский. Путин оставил за собой право применять ядерное оружие, в том числе и в случае нападения на Беларусь. Это все обсуждено, как он говорит, президентом Беларуси. Александр Фридман, политический обозреватель, который у нас в эфире тоже часто бывает, пишет, что это похоже, очень похоже на истерику. Как вам кажется, кого пытается предупредить Путин и о чем такими заявлениями? Я соглашусь с Фридманом и скажу, что это не только истерика, это показывает слабость диктатора. Когда диктатор заявляет о том, что он применит ядерное оружие в ответ на применение конвенционального оружия, то есть обычного вооружения, это разбалансировка всех принципов сдержек и противовеса. Ведь ядерное оружие всегда считалось оружием сдерживания. А он прямо говорит, если будет применяться в отношении нас обычное вооружение, мы имеем право применить ядерное оружие. Но это уже показатель слабости, то есть уже ничего не осталось, как реагировать на проактивные действия украинской стороны, направленные на освобождение своей территории в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, в соответствии с договорами, которые, кстати, были подписаны и с Российской Федерацией, гарантирующие, что территория Украины по праву принадлежит государству Украины. И вот, когда Украина пытается освободить свою территорию, а не применит ядерное оружие, ну это же полный абсурд. Опять же, эти заявления очередные красные линии. Смотрите, на сегодняшний день, исходя из логики Кремля, те области, которые они объявили якобы в составе Российской Федерации в 2022 году, уже во многом контролируются украинскими вооруженными силами. Украинские вооруженные силы находятся на территории Курской области. Это как заявление Лукашенко. Помните, если кто-то наступит на границу союзного государства, мы ответим просто ужасно. Но он сказал это заявление тогда, когда уже ВСУ контролировало более тысячи квадратных метров Курской области. Лукашенко заявляет, мы ответим, когда кто-то наступит на границу союзного государства. То есть Курскую область он фактически публично отдает кому? Украине. То есть он признает, что это уже территория Украины. Вы знаете, самая проблема заключается в том, у западных политиков, это и в контексте белорусском, это и в контексте украинском, что красные линии рисует не Путин, не Лукашенко, тем более, как говорится, его под Халим и Шавка, бегающая рядом. Рисуют западные политики у себя в голове красные линии. Из-за того, что они нарисовали эти красные линии и не могут их перейти, из-за этого так долго идет помощь, например, в изменении демократических в Беларуси. Так долго принимаются решения о предоставлении права Украине наносить точным оружием. Из-за этого не впечатляет план победы Зеленского. Они себе в голове нарисовали красные линии, не Путин им нарисовал, они сами себе наголосовали. Но мы должны четко понимать, завершая эту мысль, Лукашенко, притащив тактическое ядерное оружие в Беларусь, если это факт, он нарисовал мишень, мы об этом говорили. Сейчас эта мишень уже засветилась. Вот знаете, как по всем нашим лицам, по рукам, везде прошли эти линии, черные, белые, они светятся. Потому что этот человек неадекватный, который интересует только власть, он притащил ядерное оружие. А Путин фактически сказал, что если что-то произойдет, мы можем использовать это тактическое ядерное оружие с территории Беларуси? Куда ответ прилетит? Александр Григорьевич, Роженков, пойди и скажи, Лукашенко, у меня есть жена, у меня есть дочь, у меня есть близкие. Может прекратим эту всю игру с ядерными оружиями? Ведь фактически может быть провокация. Взлет дронов, российские, украинские же не залетают в воздушное пространство Беларуси. Но это же нет фактов. А там уже проходной двор какой-то, там каждый день уже. Как можно договориться с Украиной о том, что я не буду подсвечивать украинские дроны, если украинских дронов не бывает в воздушное пространство Беларуси? Ну это очередная ложь. Поэтому, когда они залетят, это может стать условием как бы провокации. Наносится удар тактическим ядерным оружием, в ответ прилетит конвенциональное оружие. Прилетят удары по объектам военным на территории Беларуси. Не дай бог, чтобы это произошло. Но вина за это чисто Лукашенко. Его неудержимая жажда власти. Это паранойик. Человек психически больной. И он ради своего собственного эго, своей власти ставит под угрозу жизни нас всех беларусов. Беларусы, давайте проснемся. Кто-то считает в Беларуси, часть есть общества, что это нам какие-то гарантии ядерное оружие. В сегодняшних реалиях ядерное оружие прямая угроза жизни и здоровью всем тем, кто находится на территории, где размещено тактическое оружие. Это время закончилось. Когда-то еще Тенчер говорила, да, ядерное сдерживание. Нет, уже все. Это изменена стратегия. Путин ее поменял. Это все угроза каждому из нас. А Лукашенко это все притащил. Мы говорили об этом, о том, что это все эти, весь этот ядерный шантаж. Ничего не значит, что это вот волки-волки. Но на самом деле вот и Александр Фридман, и вы, Пал Павлович, говорите о том, что это уже истерика. Вот человек, находящийся в состоянии истерики. Они, кстати, даже не скрывают. Песков вот сказал, что да, это сигнал. Способен ли он действительно, вы действительно считаете? Просто я говорю ему, я вся сижу уже в мурашках, потому что на самом деле это страшно представить. Нет, способен, а что нет? Способен, конечно. Вы действительно считаете, что... В крайнем случае, это самый крайний случай, который мы, конечно же, с вами хотели бы и предотвратить, чтобы никогда это не произошло. Но в самом крайнем случае это нельзя исключать, потому что эскалирование сейчас произошло достаточно серьезное. Но мы должны понять, что будут страдать в Беларуси. Поэтому 2025 год, опять же, нужно думать, как действовать. Нужно хоть пытаться показать опять, что в 2020 году было не случайно. И эту формулу мы, конечно, предложим. Предложим безопасную формулу. Никто из нас не хочет, чтобы беларусов дальше репрессировали и сажали в тюрьмы. Но мы должны тоже быть проактивными, насколько это безопасно нам позволит тот метод. Но только ликвидация режима. Понимаете, вот мы говорим про политзаключенов. И нам болит. Каждому из нас болит. У меня двоюродный брат в тюрьме. Но мы понимаем, что тут уже гораздо шире проблема. Она настолько глобальная. Когда мы говорим про санкции, ведь санкции вводились абсолютно по разным основаниям. За войну, за агрессию, за захват самолета, за миграционную войну. Вчера министр обороны Польши заявил о том, что усилилась напряженность, эскалируется напряженность на границе Белоруссии и Польши. Опять они атакуют патроли военных пограничников Польши. Помните, к чему это привело? К смерти польского солдата. К ранениям польских солдат. Более ста человек каждый день атакуют. И Рыженков рассказывает про какую-то дружбу. Дружбу с кем? Он говорит, останови то, что творится сейчас. Но он же не в состоянии. Последний вопрос. Министр пропаганды. Кстати, я вот завершаю тему. Рыженков может переименоваться. Министр пропаганды Лукашенко. Легко. Последний вопрос чисто имиджевый. Почему вместо рубашек вы стали надевать футболки? Что происходит? Это от зрителей. И к главным новостям. Это от зрителей. Вы про Марку спросите? Да, я уже спрячу. Хуга, хуга. Все понятно. Видим, видим. Босс, да. Кто-то, может, сколько нас стоит посмотреть, да. Есть ответ у вас на вопрос? Почему? Сегодня просто нету встреч, может быть, официальных при галстуке. Ну, позволите мне. А для нас вы можете... Ну, ты для нас тоже, Кость, не стараешься особо. Я одна сижу в этих... Не, ну, у меня, кстати, здесь шкафы, и там костюмы есть. Поэтому, если, например, сейчас у меня через полчаса встречи, я могу спокойно переодеться. Шкаф? Вы что, живете там, что ли? Не, ну, шкаф... Слушайте, ну, домой не набегаешься. Я это правило, кстати, взял, когда стал генеральным директором Купаловского театра, потому что, когда я был послом-дипломатом, всегда, конечно, это костюм-галстук, но в Купаловском театре, он все-таки ходить в галстуке как-то, ну, немножко другая атмосфера. То есть, вы имеете в виду правило, это шкаф иметь в кабинете? Да, шкаф был, и там были костюмы. То есть, если кто-то нужно официально одеться, там вечером бывало, приходят официальные лица, ну, тогда я мог спокойно быстро переодеться. Прикольно. Спасибо вам за разговор. Спасибо огромное. Удачи. Боремся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова